Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Наконец-то я добрался до, так сказать, до веб-камеры, чтобы показать вам, мои товарищи по guns.ru, некие свои товары, которые я там выставляю. Ну, пришло время, я уже много снял таких роликов для своей англоязычной аудитории. И пришло время сделать что-то для соотечественников. И вопрос звучал так. А как, в общем-то, держать? Прежде всего, был вопрос, как держать каплю? Что такое капля и как ее держать? То есть, вот так вот ее держать? Или, может быть, вот так вот его держать? Ну, то есть, давайте прежде всего посмотрим, что такое есть капля. А капля – это вот такой вот прошитый кожаный, так сказать, мешочек с дробью на кожаном же ремешке. То есть, ремешок может быть разной длины. То есть, это некий темлячок, который вставляется в руку. И, в общем-то, используется либо как утяжелитель для, в общем-то, ладони, либо отдельно, как некий такой вот инструмент, вращающийся и, так сказать, ударный, позволяющий наносить, ну, то есть, отбиваться, скажем так, от комбардов, назовем насекомых. Ну, вообще, это же была изначально некая эволюция мухобойки. То есть, мухобойка выглядит вот так, ее там можно держать и то же самое, то есть, так сказать, отбиваться от насекомых, то же самое. Но она несколько длиннее. У меня была идея какая? Ну, сделать что-то похожее, но чуть-чуть покороче, потому что сама капля, она умещается в ладони, умещается в любом кармане. Кстати, капля может быть разных, разные длины ремешка, разные, собственно, виды кожи используются. Вот здесь вот используется более светлая коричневая кожа. Ну, они все примерно одинаковые, но двух совершенно, так сказать, идентичных не бывает. То есть, где-то чуть больше дроби, где-то чуть меньше. Вот. А представляете, вот можно же их соединить, да, кольцом, и получится вот такая вот штука. То есть, с обеих сторон, да, то есть, как бы, ну, некий вариант, как мунчаки, да, то есть, можно приделать их к куботану, да, или, там, к связке ключей, и тогда это будет вообще замечательная вещь. То есть, полет для фантазии большой. То есть, как я говорил, то есть, это, в общем-то, каплимитная форма, часть мухобойки. А дальше уже смотрите сами. То есть, вы можете добавить, скажем так, веса. Если... У меня, кстати, есть эти мухобойки в виде чехлов, просто чехлы, которые вы сами можете наполнить дробью на свое усмотрение. Я даже предпочитаю, на самом деле, продавать их в виде чехлов, потому что, ну, любой может пойти в охотничий магазин на сегодняшний день и купить там 200-300 грамм дроби, наполнить и сделать себе под собственные, так сказать, нужды мухобойку. То есть, у меня есть эти мухобойки и эти брелки в виде просто кожного чехла, где вы можете засыпать, потом заделать это клепкой. Либо уже в готовом виде. Ну, тогда вы, в общем-то, получаете готовое изделие. А как держать уже? И как с этим предметом пользоваться? Так ли? Так ли? Или вот так? Или просто сюда подвязать колечко с ключами, со связкой ключей, и использовать их на свое усмотрение. Это вам решать. Единственное, что могу сказать, что прошито все очень прочно, качественно. На это я вам могу дать гарантию, что, в общем, изделие сделано по-русски, сделано надежно, и сделано, на мой взгляд, очень косметично, и дешево, удобно и практично. Пользуясь случаем, всех поздравляю с праздником защиты отечества, и желаю здоровья, успехов и хорошего настроения. Покупайте наши мухобойки, и комары вам будут не страшны. Всего доброго. С вами была Андрей Даня на канале Раши. Специально для Камс.